Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили. Меня зовут Юля. Ну и как же мы могли приехать в Грузию и не зайти в национальное кафе, и показать вам национальную кухню, и даже открыть секреты самого востребованного блюда у туристов, конечно же, хинкали. Мы сейчас находимся на главной улице городка Бакуриани. Улица называется Тависуплеба. Это улица Свободы. И здесь есть небольшое кафе. Это, кстати, не реклама. Мы третий раз приезжаем сюда, и третий раз мы кушаем именно в этом кафе. Это домашнее кафе. Здесь на втором этаже живут люди. На первом этаже можно приехать, прийти сюда и поесть. Так что давайте зайдем внутрь. Называется это Рубин-кафе. И здесь даже есть памятка, в каком году был построен этот дом. 1958 год. И сейчас мы зайдем в святая святых. И хозяин и владелец этого кафе, Отари, расскажет нам все секреты настоящего грузинского хинкали. Отарий, расскажите, пожалуйста, любой турист, когда он возвращается из Грузии, он пытается дома повторить хинкали, который он пробовал в Грузии. Но ни у кого не получается. В чем секрет? Навряд ли дома получится. Для того, чтобы готовить хинкали, в хинкали самое главное место занимает тесто, качество теста. Во-первых, мука должна быть высшего сорта. Никакой другой муки. Пшеничная, высшего сорта мука. Потом замес муки. Количество воды. Вот смотрите. Вот я вижу, что оно в таком месте. Это тесто, это не тесто. Это полуфабрикат такой, который надо потом пропускать через специальную вот эту вот пресс-машину, которая делает вот эти вот лепешки. КОНЕЦ Вручную делаем. Мы раньше, вот наши предки, этого же не было всего, они готовили. Но это надо иметь очень крепкие руки и очень долго надо с этим тестом работать. Вручную это большой, тяжелый труд. Но получается, можно и вручную тоже приготовить хинкали. А вот сколько здесь добавляется муки и воды? То есть ни яйцо, ни... Не-не-не-не, никаких яиц, абсолютно ничего. Чуть-чуть соли добавляем и все. Мука и вода, больше тут ничего нету. Все остальное потом это во время варки. Тесто само получает вот этот аромат, который внутри фарш, который лежит. Оттуда тесто уже и в соленой воде варится, конечно, хинкали. И потом уже тесто начинает приобретать хороший вкус. А до этого мы туда абсолютно ничего, щепоточку соли бы и даже можно и не солить туда. Пропорцию какую надо делать? Ну, это на глаз. Есть, несмотря на то, что все высшего сорта мука, она все равно бывает разная. Знаете, есть пшеница весенняя, осенняя. И они вот, содержание влаги в этой пшенице тоже свое там процентное. Поэтому надо еще и наловчиться, наглазо определять количество воды какой. Вот дали, допустим, норму воды. Смотрим, она сухая получается. Да, вот тесто, оно сухое получается. Чуть-чуть добавили, чуть-чуть добавили. Но не сразу. Понемножку вот воду даем, перемешиваем, перемешиваем. И примерно вот такая вот должна консистенция получиться. А потом... То есть оно не должно раскатываться в какой-то пласт? Нет, нет, нет. Если тесто вот в руку берешь, и оно, комок такой получается, это уже проблема. Нету. Это уже проблема, да. Поэтому с тестом надо очень аккуратно. Очень аккуратно и очень много энергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальше уже это дело уже вкуса. Фарш на твой вкус, какой ты хочешь приготовить. Допустим, можно... В основном мы работаем на смешанном фарше. Там 20-30% свинины, остальное говядина. И добавляем, конечно, нашу зелень. Это вот самые такие ходовые хинкали, городские называются они. Добавляется зелень. Да, прокрутили фарш. Фарш прокручиваем на средней сетке, не на мелкой, не на мелкой. Даже на крупной можно прокрутить фарш. Туда 20-30% свинины, жирной и остальное говядина. Потом мы сюда добавляем зелень. Обязательно кинзу. Кинзу только. Никакой петрушки, никакой укроп. Ни в коем случае. Только кинзу. Желательно еще вот есть кинза с корневыми... с корешками такими вот. Если вот эти корешки тоже хорошо обработать, вот их надо в фарш пустить. А потом уже, когда фарш готов, заправляем мы туда, конечно, соль по вкусу. Добавляем туда воду обязательно, чтобы сочный получился фарш. Лук в обязательном порядке. Лук в обязательном порядке. А какие-то специальные специи? Нет, мы... У нас, знаете, это уже от мастера зависит. Я, например, у меня мастер, он за то, чтобы туда ложить... Минимальное количество специи. Нет, он туда ложит... Он туда ложит, как эта специя называется... Подождите, по-русски я забыл, как это называется. Ну, дзыра. Мы ее дзырой называем в Грузии. Дзыру они даже вот в Средней Азии используют на плов узбекский. Дзыра? Дзыра, так и называется, да, дзыра. Даже в плов его... Вот в Средней Азии плов без дзыри они не делают. Я, например, в Хинкале против дзыри. Туда черный перец надо ложить обязательно. Ну и вот эту вот смесь лук, побольше лука, зелень. Ну и можно... Это уже секрет поваров, можно туда болгарский зеленый перец для аромата. Фарш, когда он... Он очень густой. Потом мы начинаем вот в этот фарш, добавляем уже мелко нарезанную кинзу, уже живую кинзу. Вот она здесь плавает. Смотрите, вот кинза есть. Кроме той кинзы, которую мы с мясом прокрутили, потом еще вот эти вот листья мы нарезаем мелко и добавляем сюда черный перец, соль по вкусу и воду. И вот смотрите, полужидкий фарш такой получается, чтобы хинкали были сочные. Иначе они сухие получаются. То есть вот этот бульон, ради которого... Да, 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 да. Вот отсюда и весь аромат, и весь вкус хинкали. Вот такой вот должен быть фарш. Ну, некоторые делают гуще, а жижи уже нельзя. Она будет растекаться. Это нежелательно. Ну и все. А потом идет уже процесс заворачивания. Заворачивать тоже надо уметь, понимаете? Вот если во время заворачивания... Колушку хорошо не закрутишь, он может раскрыться. КОНЕЦ КОНЕЦ Тесто, которое мы уже потом вот закрутили в рулет. Типа рулета вот так вот пласт сделали, перекрутили его, как рулет сделали, и потом мы нарезаем вот это вот так вот на куски. Примерно шайбочки. Да, вот такие шайбочки, потом эти шайбочки заново прокручиваем. Толщина теста не должна превышать 2 мм. Если она толще, уже неприятно. Вот во рту чувствуется тесто, уже фарш, это пропорции немного не такие. Примерно 2 мм толщина теста должно быть. И вот это вот, когда мы закрутили, закончили, вода кипит очень сильно. Она должна быть... Вода соленая чуть соленее, чем на макароны, когда вот солим воду. Мы в кипяток его прокручиваем воду, чтобы, когда засыпаем, не прилипло, чтобы хинкали двигались внутри. Засыпаем и ждем. Музыка. 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 Как только закипела вода, с того момента, если опыта нету, надо взять часы, часы, таймер, да, и зафиксировать время. Прошло 7 минут, прошло 7 минут, чуть-чуть заливаем, выключаем огонь, поливаем холодной водой, ну, в зависимости от количества, стакан, 2 стакана, чашку, холодной водой залили, и достаем на тарелку и подаем на стол. Через перец... У нас хинкали едят только черным перцем. У нас сметану, такие вещи, майонез, ничего не используют. Да, у нас это закон. Хинкали посыпаем мы черным перцем и так мы его едим. Вот такая вот хинкальная процедура. Спасибо. Пожалуйста, есть и на здоровье. Вилкой не едят, хинкали. Вилкой можно, можно я вам объясню? Только вилкой вот в это место, вот так вот. Вот так, остальное все рукой поддерживаете и откусываете. Хорошо. И так, получите жидко, и перец обязательно, черный перец. Можно прямо сюда посыпать, вот так вот. Это даже есть... Хотите, анекдот расскажу, поэтому не пойду. Сидят за столом, принесли большое блюдо хинкали, друзья. Один взял и посыпает, второго спрашивает, посыпать еще? Да, да, сып. Он еще посыпать еще. Да, да, сып. Говорит, я его все равно не ею. Ну и теперь пробуем. Ну вот так вот, откусили. Откусили. И выпиваем бульон. И потом вот так вот приподнимаете хинкали и выпиваете бульон. А потом кушайте вот так вот. Все. В общем, не только правильно приготовить, но и правильно есть тоже нужно хинкали. Конечно, если хинкали порвется и сок вылится, уже... Все, уже никакого смысла нет в хинкали. В общем, я думаю, что у вас уже потекли слюньки там по ту сторону экрана. Жалко, что видео пока что еще не передает запахи. Я думаю, что скоро уже техника дойдет и до этого тоже. Ну и встретимся на нашем канале Швили Фэмили. Обязательно заходите в гостеприимном у Атари, в кафе Рубин. Адрес вам напишу внизу в описании. О, все, побежал бульон. Не надо отвлекаться. Все, не отвлекаюсь. Пока-пока.